всем привет начинай у него аллергическая реакция папа привез с днем дай покажи посмотри на меня ну посмотри на них днем как не хочет у него посмотри на меня вот у него идем дай-ка я покажу вот прям всего посыпала я позвонила мужу спросила говорить ну чем кормил потому что ну как ничего такого не кушал подмени за чего посыпала я дала диазоли и вот и намазала бэб антенна вы думаю наверно врачу надо показать потому что очень похоже реально на лиги и вот так же у меня сегодня обновочка хочу вам показать его думаю снимать видео или нет я хотела знаете какой-то распаковку это iphone десятка и так далее не могу понять я всегда радовалась там над новинки да ну точно это новому телефону тут я понимала что ну как бы да хочется но прикольный но мне больше для работы нужен то есть для блога вот и тут наверно еще сыграл тот факт когда тебе неожиданно дарят это ну это действительно радость а тут я купила его сама поэтому это просто покупку почему вот я его не распаковываю этот телефон который у меня 7 плюс он идет доминке вот и она будет с ним а я думала снять видео распаковку этого телефона но чуть необычного формата не просто распаковал и знаете как но это смотрела обычной распаковки нет я подумала о том что сделать такой тест-драйв именно распознавание лица он распознает лицо и я хотела сделать знаете надеть парик смыть косметику или наоборот ярко накрасить а потом например чтобы эта косметика потекла и сделать и делать несколько каких-то таких моментов и посмотреть как он будет распознавать моё лицо а он водонепроницаемый он такой же как и семерка то есть считается что на метр у него есть по параметрам что до какой-то до метра что он водонепроницаемый и количество времени но мне кажется что это такое но мне кажется в разъем для зарядки затечет и все ну вот я тоже так думаю ну в общем вот такие вот дела поэтому я не знаю пишите в комментариях снимать на такое видео многие у меня просят чтобы я писала свои мысли по поводу отношений мужчин и женщин и я решила что хорошо я буду это делать по заявкам например мне написала какая-то девушка я разберу ее ситуацию на публике то есть в посте и что еще а но я сделала одну такую публикацию мне писали да то есть вы молодцы в очень от вас идет отдача идет дискуссия идет это очень здорово очень классно но многие воспринимают как будто это посты от меня в плане как будто это моя ситуация вот я хочу наверное сразу сказать о том что я буду разбирать разные ситуации не их будет много разных не воспринимайте что это как бы из моей жизни понятно что у меня тоже есть опыт и я как бы советую с вами то есть например пишу свою точку зрения а я например пишу свою точку зрения и соответственно жду от вас все мы взрослые все мы опытные у каждого свой опыт и вот эта девочка например которая кому пост можно сказать кого пост касается девушка ты мама отвлекаешься и болтовни может тихо посидеть пожалуйста а потом мы будем играть кого пост касается тот поймет и соответственно почитав комментарии там сделать для себя какой-то вывод поэтому сразу говорю о том что такие посты про отношения они могут не касаться лично меня это я просто разбираю определенной ситуации вот сейчас у меня был пост про отношения удобные вот ну понятно что там моей жизни может быть когда-то что-то такое и было но я имею ввиду что я разобирала эту ситуацию с есть девочка анечка вот она не раз выходила в прямой эфир и мы с девочками тоже разбирали она ну как бы советовали ей у нее как она говорит муж же деспот вот она его так называет вот что он любит и тому подобное но при этом она его любит и от него не уходит вот этот пост был больше посвящен ей потому что я как бы удобно ее мужу но при этом я думаю что вот у нее слегка есть вот эта жертва жертву нельзя делать из себя жертвы если вы делаете себя жертву значит вам удобно вот я так считаю не может быть сильной такой любви когда человек бьет надо любом случае иметь уважение к себе иметь гордость и поэтому я вот как бы такой пост сделала дальнейшем будут и другие пости если вам ну хочется что-то чтобы например мы разобрались вместе в инстаграме да там то пишите мне в комментарии или пишите мне в личку будем разбирать потому что мне кажется пальчик вверх вот так то мне кажется что все вместе мы в любом случае как бы поможем друг другу потому что когда я пишу пост я же говорю что девчонки все откликаются и пишут свои истории и вот по этим историям по этим выводам можно понять как поступить где-то что-то принять то есть иногда слова господа приходят именно от людей то есть он вкладывает в уста других людей свои слова вот я так считаю поэтому тихо 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 мама поймала очень ладно не буду затягивать вы поняли мой посыл я надеюсь что такие посты будут полезны и интересны друг для друга я приехала на мероприятие я приехала на мероприятие привет я так же женщина я не видела вас как можно было обещаться и не вот тут блогеры собираются девочки потом мы будем тут фотографироваться а вы видели аню бьюти манки на канале космо я смотрела вот да не смотрите я там без макияжа это ужас так мы уже зашли вот так самое ежедневная доза сирм минералы если честно мне очень хочется попробовать потому что что это ну вы знаете я вам уже жаловалась что в прошлом в такое время года совсем не было спасибо мне кажется люди там не были я буду рада с движением с головами мы хотели сделать движение и Лена делала с волосами И на фотке получилось вот так вот. А там видно, да? Да, он показывает перед тем, как сохранить. А вот почему столько камер. Поэтому получается так. Очень круто. Я тоже прыгаю. Нет, прыгай. Нет, я не хочу прыгать. Я только что прыгала. Да. Сейчас я вам покажу, как я прыгала. А это как тебя? Есть минералы. То есть тут есть минеральный комплекс, который находится в косметике. Вот вы можете посмотреть. Эти минералы различаются за колью. Вы смотрите, можете так вот так крутить. Пробуйте. Вы можете посмотреть на разные полиции. Какой там минерал? Яночки, я смотрю. Если это желтые, то это оливин, который поместит в себе магний, натрий и кальций. То есть это макроэлементы, которые необходимы для нормального функционирования нашего организма. И кидаются все витомные процессы. И поэтому мы очень рады, что наступил момент запуска этого продукта у нас в Украине. Что же это за продукт? Почему он такой инновационный, революционный? Нам сегодня более подробно расскажет Даша. Прежде всего бренд инноватор. И в центре бренда женщина со своими потребностями на каждом этапе жизни. И именно поэтому бренд посвящает очень много усилий изучению тех факторов, которые помогают женщине сохранять свою кожу молодой и красивой. Если говорить о внешних факторах, естественно, мы подвергаемся влиянию загрязнения, влиянию пестицидов, влиянию ВФ лучей. Говоря о внутренних факторах, это стресс, недосыпание, усталость. И, конечно же, все эти факторы, к сожалению, они оказывают негативное влияние на нашу кожу. Но, к сожалению, резервы кожи не безграничны. И нам необходимо укаживать, поддерживать, укреплять нашу кожу, которая была бы создана на основе термальной воды. Почему важно это? Потому что термальная вода, она обладает уникальными свойствами. Она способна успокаивать кожу, увлажнять, восстанавливать ее. Именно поэтому исследователям хотелось создать такое средство, которое бы максимально подчеркнуло уникальные особенности термального раздела, благодаря комбинации 89% термальной воды с гиалуроновой кислотой. Формула МИР-8-9 отличается еще и тем, что она очень простая, безопасно и эффективная. В составе всего лишь 11 ингредиентов. Два из которых, как я сказала, активные ингредиенты, и остальные были добавлены только для того, чтобы достичь необходимой текстуры и состава продукта. Благодаря этому, естественно, МИР-8-9 подходит для всех типов кожи, а также чувствительный, потому что он имеет гипоаллергенную форму. Обратите, половинка, на которую я не наносила Устер МИР-89, она здесь заметно потемнела. Прошло буквально 2 минутки, если оставить на дольше, то она у нас вскоре станет просто-напросто коричневой. А та часть яблока, которую я покрыла, она у нас, обратите внимание, она у нас защищенная, действительно. Ну и погодка, как весна. Знаете, весной погода меняется очень скоро. Вот там вот, вот с той стороны вы смотрели, только что с девчонками, сейчас фокусируем. Там была стена, там теперь светит солнце и голубое небо. А здесь светило солнце, чем как погода меняется. Как женское настроение. Прям, прям так. У нас уже закончилась презентация и мы сейчас общаемся, кушаем, рассказываем. Это уже, наверное, третье мероприятие, когда подают устрицы. Я каждый раз это все избегаю, потому что я как бы не умею их есть. И у меня такая боя, что я вдруг ее как бы верну обратно. Верну обратно, товарищи. Да, поэтому я вот при вас сейчас попробую. Если что, не судите строго. Не возвращай обратно, не возвращай, не возвращай. Нормально? Боже, какая гадость. Я просто не люблю, для меня это очень скользко и противно. Почему? Что правда? Да. Ребята. Не удивляйтесь, что все так плохо видно, у нас свет выключили. У нас выключили свет, и я ездила в магазин, пока детвора была дома. И тут такой, я приезжаю, это трындец. Все разбросано. Мы искали карточек для крабика. Вот, кстати, крабик. Вы поняли, да? Тут есть музыка, есть сказки. Тут полностью все написано. Сказка А, сказка Б, песня А и песня Б. И вот тут вот истории подряд. Этого крабика я купила, когда Деме было 6 месяцев. Вот этого крабика. И дополнительно... Николь, дай сказать. Дополнительно можно докупать вот эти вот картриджи, они с разными сказками и песенками. Крабика можно найти в интернете. Я заказывала, по-моему, на каком-то сайте. Я сейчас уже даже сама не помню на каком. Но если вы вобьете крабик со сказками в гугле, вам выбьет. Он стоит, девочки, вообще недорого. Там вообще недорого. Но при этом он такой долговечный. У Деме 3 года. То есть ему уже 2,5 года. Где он только не был. Видите, тут даже нет у нас этого крышечки. Все работает, все замечательно. Поэтому это как идея. Смотрите, как мы на Демушке издеваемся. Дема, если бы ты был девочкой, ты был бы очень красивым. Вот так, повернись чуть-чуть, повернись. Бочком, да. Это Ника на Деме так издевается. А пристань как сзади. Это бабушкин парик. Я сейчас решила снять видео на канал Жизнь Мама, которая девушка. И мне надо 2 парика. У Ники тоже он есть. Но у нее... Блин, а что ж такое? У нее блондинистый, а у Демы вот такой вот. И это я же говорила, да? Я хочу снять одно видео для канала Жизнь Мама, которая девушка. А там мне нужны парики. И дети решили воспользоваться. Я их выложила. Девочки, мы с Доминикой приехали на презентацию книги. Сейчас я вам ее покажу. Вот. Книга Мандритка Украина. И я начала листать. Ну, с таком липе, что должна была вам снимать. Тут по областям. Полностью, каждая область. И что интересно, там помимо достопримечательности есть еще и там и детские люди. Для детей это, мне кажется, вообще гениальная такая идея. Очень много. Мы все вокруг собрались. Мы просто отец начали. Мы на интервью берем. Много вот. Сразу здесь снимала. Вы чего хотите? Супер. 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 Да. Может, у нас получилось. Всем привет. Сегодня... Сегодня 1 февраля. Я продолжаю свой влог. И завтра планирую его уже выпустить. В общем, на Алиэкспресс заказала такую штучку. Сейчас вам покажу. Вот она. Тут даже есть шнурочек. Это для съемки. То есть делать красивые фотографии, например, для Инстаграма. Сейчас эти шесть делаю мультики. Так вот. Это коробочка. Сейчас я ее буду складывать. Коробочка для того, чтобы делать красивые фотографии в Инстаграм. И не только в Инстаграм. Ну, я купила для Инстаграма, так как я блогер. Я знаю, что среди моих зрительниц тоже есть девочки, которые активно развивают свой Инстаграм. Кто-то тоже блогер, кто-то просто для красивых фотографий может вам понадобиться. Вот. Я не помню, сколько стоило. Но вообще недорого. Сейчас я построю и вам покажу. Девочки, кто-то у меня спрашивал в комментариях об истерике. Вот она сейчас происходит. Я специально включила. Когда он истерит, я не подхожу. Ну, то есть обычно это проходит самостоятельно. Он приходит и говорит, извини, я больше так не буду. А бывает, когда он заходится в истерике, и я понимаю, что остановить уже... То есть могу только я, или кто-то из близких. Ну, то есть, что сам он не остановится. Вот. Вот сейчас пока наблюдаю. Это... Я его наказала за поведение плохое. То есть он может грубо разговаривать с бабушкой. Я его наказываю. Я тебя слышу. Чего ты плачешь? Ну, 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 что случилось? Ты боль... Будешь... Что? Я тебя наругала, да. Потому что ты очень плохо себя и некрасиво вел. Не как мужчина. Что надо сделать? М? Что надо сделать? Надо сказать, мама, извини, я больше так не буду. Будешь так говорить? Не будешь? Тогда иди плачь дальше. Не хочу. Я не хочу, чтобы ты плакал. Но я на тебя обиделась. Зачем ты с мамой так разговариваешь? Мама тебя любит, тебя кормит. С тобой играется. Мама, твоя мама. С мамой так не разговаривай, Димит. Мама самая родная, что у тебя есть. Сестричка, бабушка, папа. Ну? Разве можно так с близкими разговаривать? Нельзя. А ты разговариваешь. М-м-м. Ты какой вывод сделал? М-м? Димит. Наругала. Да, я наругала тебя. Так что ты, будешь извиняться? Да. Да, что ты скажешь? Я больше не могу. Все, иди, я тебя поцелую. Давай мы помиримся. Ты не будешь так себя больше нести? Слава Богу. Вот так вот мы обычно с истериками справляемся. Вот. Но вода сама себе не пьет, не выпьет. Кстати, напоминание у вас стоит такое. Я себе напоминаю, потому что я забываю пить воду, скажу честно. Ладно, сейчас вам покажу коробочку. Ника уже ее собрала. Вот она. Фокусирую. Вот. Она есть как с черным фоном. Тут светодиод. И есть белый фон. Цены разные. На самом деле все одинаковое. То есть я вообще заказала там совсем недорого. Около 100 с чем-то гривен. Также хочу вам еще показать книжку. Николичка, покажешь? Мы вчера были на презентации. Вы видели. Книга «Мандривка. Украина». Это очень прикольная книга. Объясню чем. То есть это не просто книга. И сначала, когда мы ехали на презентацию, я думала, просто будет какая-нибудь книжечка. Она не какая-нибудь. Она реально очень классная. Чем? Деме я попыталась прочесть, но ему рановато. А вот такой возраст, как, например, от 7 лет. Ну, может быть, от 5. Дети разные. Но я считаю, что где-то от 7 уже интересно. И вот возраст, наверное, уже не ограниченный, потому что мне тоже интересно. Здесь, в этой книге, по областям Украины, вот вся Украина, и здесь, как бы, общая информация. А потом уже пошли областя и некоторые города. Вот, например, город Киев. И есть особенности города Киева, достопримечательности, важные люди. Он эту краткую, маленькую информацию очень легко запоминает. Плюс это все в иллюстрациях, в картинках. Это, мне кажется, очень, как для истории, для общего развития, очень полезная книга. И вот это вот все по областям и по городам. Большая для подарка тоже очень классная. Это издательство Книга.Лаб. И при поддержке Green... Green Penguin. Да, Ника, молодец, мне подсказала. Вы знаете, что эта книга еще есть, уже ее издали, и ее уже можно найти в Германии на немецком языке. Да, то есть поддержали эту инициативу Министерство внутренних дел Германии. И я считаю, вообще, это очень-очень круто, очень здорово. Поэтому, девчонки, кто живет в Германии, у кого есть детки, вы сможете найти такую книгу, мне кажется, для ваших деток знать про Украину, если хотите, конечно. Вот так должно быть. И получается, что сверху светодиод. Можно их вот так подкрыть? Да, можно, да. Ну, я не знаю, чашку, например, там, какой-нибудь кремчик. Ну, чуть-чуть все, что угодно сюда вставлять. Но я буду пробовать, и в Инстаграм вы увидите. О, кстати, L'Oreal прислали три средства. Одинаковых, только под разный тип кожи. Сейчас я вам о них тоже расскажу. L'Oreal вчера прислал такую просто вот. Вот она, эта ваза квадратная. Она была во льду с алоэ вера. Очень круто. Здесь я еще не пробовала, только вот прислали. И не могу еще ничего сказать, но я просто по отзывам. Мне девчонки начали писать, вот сколько, три человека мне написало, которые живут в Германии, опять же. И написали, что у них это уже средство год, и они год как пользуются. Одна девочка даже мне расписала, я ей очень благодарна, поэтому по ее отзыву я вам скажу. Она говорит, что очень хорошее средство, как для весны и для лета. Зимой, говорит, я не особо ощущаю результат. Вот, здесь гений увлажнения, сок алоэ, есть гелиуроновая кислота в составе, аквафлюид. Тут есть для нормальной кожи, склонной к сухости. И также есть еще, они все под разный тип кожи. Смешанной кожей нормальной, каждый подбирает под себя. И есть еще для чувствительной и сухой кожи. Я попробую, сейчас я пробую чуть другой. Вы видели, да, я была тоже на презентации от Виши. Вот, я сейчас пользуюсь им и хочу попробовать Лореаль. Сегодня даже попробую. Мне тоже вот интересно, как работают эти средства. Также я вам сейчас хочу показать. Мне пришел пресс-пак. И мне тоже, я показала в инстаграм, мне девочки начали писать, что у них это средство уже давно. Но, ну видите, Украина как страна третьего мира. У нас новинка только появляется. Где-то в других странах она уже год как есть. Поэтому у них это не новинка, у нас новинка. Head & Shoulders прислал мне такой пресс-пак, красивый тоже. Сенсация Supreme. Здесь два средства. Шампунь с органовым маслом и бальзам-ополаскиватель увлажнение. И есть еще такое средство, гаджет. Я обещала, что я во влоге покажу, как им надо пользоваться. Но не в этом, а в следующем я покажу. Потому что это не буду затягивать. Тот я сделаю больше такой косметический. Потому что я хочу попробовать эти средства. Вот эти средства и вам рассказать свои впечатления. Скоро День влюбленных. И мне прислали сегодня пресс-пак от M-Way. Чтобы я показала вам, что можно приобрести как вариант на День влюбленных. Это для сильной половины наших мужчин. Вот. Это туалетная вода, аква. Made in France. Мирящий гель для умывания. Потому что тут есть... Сейчас. Вот. Вот. Приближается День Святого Валентина. А что вы подарили любимому? Не волнуйтесь. Выбор есть. И вот здесь... Тут вообще три средства. Но мне прислали два. Следующий мой влог будет уже на новый телефон. Мама сегодня приехала моя. Поэтому влоги будут. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. И не забывайте, что у меня есть второй канал. Жизнь мамы, которая девушка. И там уже 6000 подписчиков. Я очень вам благодарна, если вы подписаны и на этот, и на тот. Безумно просто. Спасибо вам большое. И до новых видео. Пока-пока.